Завершив свою велопоездку к церкви, я решил все-таки продолжить еще немного велопокатушки Оставил машину и отправился до соседнего поселка Мишеронский Там находится заброшенный стекольный завод, который я сейчас и хочу посмотреть Дорога от Северной Гривы до Мишеронского представляет из себя практически идеально ровный участок Это связано с тем, что когда-то здесь была узкоколейка Вообще в Шатурском районе практически повсеместно разрабатывался торф И поэтому было проложено не одна сотня километров узкоколейных железных дорог для обслуживания этих самых торфоразработок Вот это вот как раз насыпь для одной из них Естественно, от самой узкоколейки ничего не осталось Рельсы давно уже спилены на металл А периодически где-то встречаются шпалы, если увижу, то покажу По дороге приезжал такой живописный заболоченный участок Достаточно характерно для здешних мест, поскольку здесь торфяники И часто встречается заболоченная местность А вот остатки шпал, о которых я говорил Естественно, рельсы все полностью уже давно-давно сданы на металл А тут даже остались сами шпалы И там впереди и находится тот самый стекольный заводик, который меня интересует На самом деле заводик, это, конечно, сказано несколько уменьшительно-ласкательно Предприятие было градообразующим То есть вот этот вот поселок Мишеронский, он фактически все его жители работали на этом предприятии А перед подъездом к нему был вырыт ров Его сейчас немножечко забросали и можно проехать даже на машине Но вообще делается это от мародеров Чтобы невозможно было вывозить металлоконструкции спиленной А природа здесь просто великолепная И вот уже она территория завода Заводик был стекольный, естественно, его основной продукцией была стеклотара Бутылки Конечно, странно, как можно было довести до разорения завод, который производит посуду Поскольку в советские времена стеклотара была оборотная То есть для того, чтобы, предположим, получить магазину пиво или какие-то напитки безалкогольные Магазин сдавал оборотную тару ящики И магазин принимал, наверное, все помнят, кто в советские времена застал пункты приема стеклотары Так вот, магазин для этого и собирал посуду, чтобы вернуть ее заводу На заводе она тщательно мылась и по новой использовалась для розлива продукции В советское время полиэтиленовая тара, в которой привозили напитки, и стеклотара была оборотной Сейчас же всю стеклотару закупают производители пива безалкогольной продукции Ну, в общем, всего, что льется в бутылке, закупают новую и в нее разливают Поэтому, как можно было обанкротить стекольный завод, ну, это возможно, по-моему, только в нашей стране Судя по всему, мощностями завод располагал не маленькими, поскольку видно огромные корпуса, переходы, различные цеха Явно была своя котельная, завод достаточно старый, но вот конкретно это здание, скорее всего, это какое-то автотранспортное хозяйство было Постройки 1962 года Это один из старейших стекольных заводов на территории Московской области Основан он был в 1824 году, а в 1835 производство было перенесено на новое место Где и продолжало функционировать вплоть до 1990-х годов До революционных годов завод являлся поставщиком императорского двора В 1912 году при заводе была построена узкоколейная железная дорога Которая стала крупнейшей электрифицированной в Российской империи и первой электрифицированной железной дорогой в Московской области В 1918 году завод был национализирован К этому периоду ассортимент выпускаемой продукции включал в себя винные бутылки, бутылки для кислот, стеклянные банки После национализации производство постепенно расширялось Выпускаемую заводом продукцию пополнили электрические изоляторы Вскоре был введен в эксплуатацию цех по производству листового стекла Предприятие проработало до конца 1990-х годов Официальной датой банкротства завода считается 1998-й Однако в 2000-е годы были предприняты попытки восстановить производство, которые, к сожалению, не увенчались успехом А вот еще один цех Сюда тоже была подведена железная дорога Скорее всего, здесь находились складские площади Звуки здесь, конечно, как в хорошем фильме ужасов Поскольку все конструкции ходят от ветра Издавая самые невероятные металлические скрипы, стуки Здесь великолепный белоснежный песок Насколько я помню, песок тоже является сырьем для производства изделий из стекла И, как я понимаю, он как раз здесь складировался Вот где надо запастись на дачу песочком-то Только везти далековато А емкость этого помещения для хранения песка была 520 тонн Мамма миа! 520 тысяч килограмм великолепного песка здесь хранилось Вот здесь вот некая красная субстанция насыпана Здесь все повыворочено Остались вот такие вот штуки, через которые что-то сюда ссыпалось Здесь с большой вероятностью был зал с электрооборудованием Возможно, здесь стояли какие-то понижающие трансформаторы Судя вот по этим бетонным постаментам и электрическим шкафам Которые видны вот здесь В этом цехе что-то было связано с электричеством А вот это очень похоже на складские помещения для готовой продукции Вероятнее всего сюда езжали вагоны или автотранспорт для погрузки уже готовой продукции Да, давно я не ездил на Сталке на велосипеде В смысле не как транспортное средство, а так, чтобы можно было прямо, скажем, в цех заехать на велосипеде и поснимать И тут опять же видим готовую продукцию В основном это пивные бутылки Почему я так уверенно говорю, что пивные? Потому что темное стекло Пиво не любит, если попадают солнечные лучи Поэтому, как правило, пиво разливают в темном стекле Вот это полуподвальное помещение Здесь опять мы видим электрощитовую Сохранились приборы Амперметр до 150 ампер И, похоже, я подхожу к одному достаточно интересному месту в этом заводе Это как раз печи для обжига стекла Вот, кстати, одно из применений для огнеупорного кирпича О заводе, который изготавливает огнеупорный кирпич У меня как раз было видео Завод тоже успешно умудрились обанкротить Очень брутально выглядят эти трубы Интересно, что при том, что завод распинен, можно сказать, по максимуму Чермета здесь осталось немало Здесь в подвальном этаже проходили дымоходы И выходили к этой самой трубе, как я полагаю А вот он второй этаж Отсюда открывается вид на печи Здесь же находилась диспетчерская Можно подняться выше И интересно, что вся лестница заварена отвалами какого-то белого вещества Вот снова вид на печи уже с полей в верхней точке Здесь находится галерея Здесь проходила узкоколейка Честно говоря, я не уверен в качестве пола Но рискнул пройти Эта галерея проходила между корпусами Соединяла два корпуса Под ногами периодически встречаются Вот такие вот провалы Высота здесь весьма приличная Вот для наглядности как раз Хотел показать высоту до земли Здесь узкоколейка делает поворот Вместе с галереей Там впереди виднеется какой-то цех А вот здесь находился элеватор И немножечко стремно здесь ходить Но как раз вот отсюда Начинался этот конвейер Ну а это похоже административно-бытовой корпус Здесь когда-то находилась выиска с названием предприятия Увы, все утрачено Трансформаторная Два устройства по 750 киловатт 6 киловольт Компактно и не слабо А тут был лифт Грузовой лифт Но чего я не ожидал здесь увидеть Так это вот такой красоты Честно говоря, даже тяжело предположить Что же здесь было Возможно, сауна Поскольку находится это в административно-бытовом корпусе То можно предположить Что здесь когда-то находилась сауна Или что-то типа того На полу остался обогреватель Вот так выглядит интерьер этой комнаты А вот это, кстати Старая радиола Кто не застал Это такой радиоприемник С возможностью проигрывания грампластинок И Аутентичный диван Наверное, годов 70-х Когда-то здесь Руководство этого предприятия Неплохо отдыхало Здесь царство брошенных верстаков Стоит даже какой-то станок Здесь явно были мастерские На втором этаже находились раздевалки Здесь осталась куча вещей Еще советского периода Даже подобие Берц Женские сапоги Кстати, тут женская раздевалка И, судя по всему На этом производстве Достаточно много работало женщин Здесь было что-то типа Красного уголка Передовики производства Ударники 11-й пятилетки А в этом кабинете Масса различных документов И книжка Учения Преобразующая мир Скорее всего Это что-то 79-го года издания Скорее всего Что-то о коммунизме А вот он Грузовой лифт Шахту которого Я показывал с улицы Чего только иной раз Не увидишь на объектах Здесь, например, нет куска стены Но оно и понятно Опять же здесь Выпиливали какое-то Крупногабаритное оборудование Миру мир Великолепный лозунг К сожалению Сейчас, по-моему Он уже никого не интересует А вот та самая галерея По которой я шел внутри Вот еще один корпус Похоже заброшенный А вот это уже действующая котельная А вот этот корпус Который находится за котельной Явно более старый Я сейчас, наверное, буду возвращаться Потому что мне придется сейчас Порядка часа Ехать через лес Уже по темноте Теперь мне предстоит Обратная дорога По вечереющему лесу Буду любоваться видами Заката В глухом лесу Ну а сейчас Настало самое время Подвести итог Велопокатушки Итак Дорога до завода И обратно Заняла час 58 Средняя скорость 11,8 Максимальная 18 Всего за сегодня Я проехал 42 километра Дорога до завода И обратно Составила 23 с небольшим километра Итак Эта поездка Заканчивается Мне очень понравилось Результаты Этой поездки Сама поездка Очень хорошая Велопокатушка Стекольный завод Который превзошел Мои ожидания Ну и сейчас Я возвращаюсь В Москву Домой В принципе Тоже получаю Удовольствие от дороги Обожаю ночную трассу Когда она свободна Когда можно ехать В свое удовольствие И наслаждаться Хорошей музыкой Темнотой за окном И буду так гнать до Москвы Пока Не вляпаюсь в пробки Ну а на этом Я с вами прощаюсь Дорогие друзья Всего вам Самого наилучшего Не забывайте Подписаться на наш канал Если вы этого Еще не сделали Поставить лайки И оставайтесь с нами Будет еще много Интересного Всем пока